Ну вот, кстати, Людмила, я продолжаю тебе задавать вопросы. Вот как ты думаешь, можно ли увидеть невидимое? Опять вот, Василий, вот... Я знал, что у тебя не будет ответа. Застать меня утром враспидима, да. Я тебе скажу, что можно, если побывать на фото-выставке Сергея Березкина, как наш коллега Андрей Яковлев. Собственно, сегодня утром... Тебе Яковлев подсказал. Андрюш, доброе утро. Доброе утро, Василий, доброе утро, Людмила. Городское пространство Петербурга – это место, где многие художники, спуг, скульпторы, фотографы черпают свое вдохновение и находят в обычных, казалось бы, вещах абсолютно необычные вещи. Вот здесь, посмотрите, как раз некое перекрытие, кирпич, дорога, кладка, фанера. Но как играет свет, как создается картина еще, она подсвеченная. Или вот, например, здесь вы видите какой-то бетонный брус покрашенный, а также вход, возможно, на фабрику заброшенную или в какое-то другое пространство, неизвестно. Но тоже акцентирует на это внимание. В общественном пространстве АЯ открылась выставка Сергея Березкина. И мы сегодня на ней, удивительно, но нам удалось познакомиться с автором. Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Доброе утро всем. Откуда вы действительно берете эти образы, откуда вы берете вдохновение, и как рождаются эти ваши фотоработы? В основном это поиск, вдохновляет, в общем-то, все, что меня окружает, и дело случая. То есть нужно потратить некоторое время, сосредоточиться, не отвлекаться, и в конце концов найти тот или иной образ из снимок и запечатлеть его. Ну вот да, как вы поймали этого кота? Я стоял, обращал внимание как раз на совсем другие вещи в виде теней, и кот вылез откуда ни возьмись, и я просто вовремя успел его сфотографировать. И образовалась такая вот картина. А здесь представлено сколько работ? 24-26. Есть ли любимая? Ну, любимая есть. Вот это. Да, где? Вот это. Прошу прощения. Прошу прощения, да. Это потому что она была, в общем-то, наверное, первой, с которой все началось в контексте того, что я осознал примерно вектор, и начал уже обращать внимание на вот как раз, скажем так, рукотворные моменты в городской инфраструктуре, которые работают вместе с природными такими, как свет, тени и так далее. Сергей, как вы поняли, что удивительное рядом? Да, в общем-то, просто почувствовал. Спустя какое-то время это начало быть не просто каким-то, скажем так, понятным и закономерным, а наоборот это стало более чем-то воздушным и живым. То есть город стал, грубо говоря, говорить сам и давать возможность увидеть и запечатлеть. Огромное спасибо. Я напомню, что выставка в пространстве АЯ, ее, кстати, представляет Росфото, и познакомьтесь с хранителем. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Игорь, расскажите, почему ваш выбор сейчас пал на как раз фото-выставку Сергея Березкина? Березкина. Ну, стоит сказать, что эта выставка Сергея Березкина, четвертая выставка в параллельной программе, которая посвящена юбилею Росфото, и Росфото 20 лет, и, соответственно, все авторы, которые показываются, входят в эту параллельную программу, они дарят, соглашаются подарить нам работы любезно, да? И, соответственно, мы таким образом пополняем коллекцию современной фотографии. А проект сам по себе называется «Современная фотография России». То есть мы даем возможность представить работы практически всем, кто работает сейчас из молодежи на всей территории России. Игорь, огромное вам спасибо. Я напомню, что выставка будет работать до 17 ноября. Мы специально не стали вам показывать все работы для того, чтобы у вас была возможность прийти в проект «А я» и бесплатно посмотреть. Да, выставка для вас организована абсолютно бесплатно. Так что не пропустите это событие. Андрей, спасибо тебе большое. На самом деле, очень интересны такие настоящие сюжеты городской жизни. Но, естественно, хочется у тебя узнать, какой сюжет, может быть, тебя впечатлил в большей степени и нашел место, что называется, в твоем сердце. Ну, конечно, меня прежде всего впечатлил котик, Волга. Здесь я ее не сразу узнал. Но много интересных моментов, которые цепляют внимание и заставляют подумать какое-то время. Андрей, спасибо тебе большое. Продолжение следует... Продолжение следует...